добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о поиске обретения мудрости в контексте власти авторитета отца сегодня я хотел бы поговорить вот о чем мудрый человек следит за своим языком и может быть его слова и выражения будут достаточно категорическими они могут быть веселыми они могут быть легкими они могут быть угрожающими вообще не могут быть какими угодно но если мы говорим о мудром человеке то его слова всегда продуман люди которые говорят абы что мы называем шлепалами и авторитетом такого рода люди никогда не обладают не в компании не на работе не в церкви не тем более дома мы должны быть теми людьми которые не бросают слова на ветер наша задача думать наша задача думать о том что мы говорим и как это очень много есть вещей которые нам нужно знать и и понимать такие как не торопиться высказывать свое мнение взять паузу перед тем как что-то сказать и так далее вопрос не в этом друзья вопрос в том что мудрость она всегда толкает нас на обдуманность мы очень часто бываем эмоциональными и нам хочется высказать свое мнение когда мы это делаем мы обязательно допустим какую-то огрешность какую-то какое-то слово может быть лишнее вылетит из наших уст и это не мудро вот мудрость она как раз в том и заключается во-первых понимание того что слово обладает невероятным творческим потенциалом когда вы начинаете понимать что слова которые вы говорите они реально влияют на окружающих вас людей либо позитивно либо соответственно негативно то вы начинаете думать о том что вы говорите потому что кто же вас окружает друзья вас окружают ваши дети ваша супруга ваши родители и когда вы говорите слова которые влияют на них и это негативное влияние то вы разрушаете жизнь медленно как ржавчина уничтожаете веру уничтожаете надежду уничтожаете понимание добра и так далее когда вы понимаете что ваши слова действуют на ваших близких достаточно серьезно вы начинаете понимать что необходимо как-то вот в позитиве воздействовать и вы начинаете думать как же это делать и вы обдумываете слова подумывайте как вы будете это говорить вам думаете когда вам это необходимо сказать потому что время тоже ну играет достаточно большую роль я более чем уверен в том что мудрость в том и состоит чтобы обдумывать те слова итак друзья мудрый человек следит за тем что мудрость